Здравствуйте! Это программа подробностей. И сегодня в нашей студии митрополит Рязанский Михайловский Марк. Здравствуйте! Здравствуйте! Так как Вы недавно приехали на Рязанскую землю, как Вас встретила Рязанская епархия? В целом Рязанская земля меня встретила прекрасно. Я вижу много хороших, добрых людей с хорошим отношением. И это радует много хороших священников, много замечательных прихожан, много активных и добрых, хороших людей, которые находятся во власти. В целом отношения благоприятные. И я рад, что попал в такую хорошую среду. На Ваш взгляд, в каком состоянии епархия? Когда задают такой вопрос, имеют в виду разные вещи. Можно воспринимать или можно иметь в виду, в каком состоянии храмы или в каком состоянии души людей. Существуют различия, и это различие часто игнорируется. Храм – это здание, а церковь – это община людей. Поэтому храм, стены построить проще, чем построить церковь, то есть людей, крепкую церковную общину. Когда мы говорим о епархиях, нужно иметь в виду не только, и прежде всего, не внешнюю сторону, а нужно иметь в виду не храмы, а людей, души, прихожан. И если в целом так относиться к этой теме, то мне кажется, что Рязанская епархия в хорошем состоянии. Много замечательных людей, прихожан, доброе, теплое отношение, хорошая активность существует, много хороших священников. Да, есть какие-то сложности, трудности материального характера, и храмы некоторые, может быть, хотелось бы привести в больший порядок. Но в целом, если говорить о епархии, то епархия, я бы сказал, в хорошем состоянии. Но под епархией я имею в виду прежде всего прихожан, тех людей, которые, собственно, и составляют нашу маленькую церковь. У вас есть опыт работы в Европе. Вот если сравнивать европейских верующих людей, мы поговорим именно об этом, с людьми русскими. Вот есть какая-то разница между этими категориями людей? Потому что я слышал такую версию в разговорах с батюшками, что западное общество, оно как-то менее... Даже в коммунистические времена у нас в стране люди были более верующими по сравнению с той пастрой, которая там. Потому что там очень так материально относятся ко многим вещам. Это очень сложный и большой вопрос. Много стран, много разных народов. И, конечно же, это целый большой разговор. Но речь шла о том, что встречаются два батюшки. Разговариваю. Я в каком-то из интервью читал, об этом встречаются два батюшки. Один с советского периода, а другой был в Финляндии. И тот, который в Финляндии говорит, это вы говорите, что у вас научный атеизм в вашей стране? Говорит, у вас очень верующие люди, даже при том условии, что такое государство строит. А вот где настоящий атеизм, где система меркантильных взглядов очень сильная, это у нас там. Знаете, я вам расскажу очень интересный случай. Какое-то время назад я познакомился с одной молодой немецкой семьей. Это было где-то, наверное, в конце 80-х годов. И я ехал в электричке и читал книжку по-немецки. И вдруг видели, что я читаю книжку по-немецки и стали со мной разговаривать. Оказалось, молодая семья, которые ехали со своими знакомыми, ехали на электричке в Сергиев Посад. А я возвращался как раз из Москвы к семинарию. Мы разговаривали, потом какое-то время переписывались. Это были ребята, молодые музыканты из ГДР. Когда потом пала стена берлинская и произошло воссоединение с Германией, вот этот опыт был зафиксирован в письмах. В одном письме было написано следующее. Как только рухнула наша берлинская стена, наши храмы опустили, и мы поняли, от чего нас сохранял железный занавес. Теперь для всех Марка – это Бог, и царь – это рынок. И люди только думают, деньги купить, деньги купить. Вот слова молодой немецкой женщины, которая жила в атмосфере социализма в ГДР. И потом, что произошло после того, как рухнула берлинская стена, и ГДР растворилась, ну, отчасти растворилась, так можно сказать, в Большой Объединенной Германии. Вот, собственно, опыт очевидца и участника этой жизни. Красноречивое слово. Красноречиво. Очень. Очень красноречиво. Согласен. Кстати, вот об электричках и европейском пути. Правда ли, что вы приехали в Рязанскую партию, на свой первый визит совершили на электричке? Знаете, я собирался приехать на поезде первый раз, но потом так получилось, что мой помощник ехал на машине, и я вместе с ним поехал на машине. Но я действительно часто пользуюсь поездом, и это электрички, и просто обычные проходящие поезда. Знаете, вообще считаю, что это не столь принципиально, на чем человек ездит. Человек ездит, там, у кого разные возможности, и кто-то ездит, может быть, на электричке, кто-то ездит на поезде, кто-то ездит на машине, кто-то на вертолете летит. Мне кажется, что это, в общем, не является принципиальным. Это немножко необычно, скажем, для нашей действительности, но мы поговорим немножко еще о другом. В СМИ часто говорят о православных активистах. Ну, Рязань эта тема не так сильно касается, потому что у нас в этом отношении еще очень, на мой взгляд, лично, субъективно еще здоровое положение, ситуация. А вот в Москве существуют разного рода организации, наподобие, например, Божьей воли. Вы знаете, я считаю, что все это маргиналы, и все это православию не свойственно. Это что-то такое наносное, какая-то наносная пена. Знаете, вот, если вы придете в храм, то, знаете, кто может вас одернуть? Скажет, неправильно стоишь или свечку неправильно ставишь? Наши бабушки белые плачки. Бабушки, которая, скажем, может быть, та бабушка, которая была комсомолкой, и вот потом она пришла в церковь и считает, что в силу своего возраста она имеет право учить. Понимаете, те люди, которые вот такую форму избирают жизнь для себя, такую форму жизни в православии, это, как правило, люди поверхностные, люди, может быть, не очень глубокие, люди, которые не понимают, в чем сила православия, в чем сила веры. То есть, кротость, любовь, следование Христу путем страданий, вот в этом сила православия, а не в том, что мы будем кому-то что-то навязывать. Ну, я так понимаю, возможно-то, можно ли считать это каким-то недоработкой со стороны Русской Православной Церкви с молодежью? И вообще, каким образом должна строиться работа с молодежью? Работа с молодежью должна строиться, она может строиться по-разному. Можно изучать христианство, можно делать какие-то добрые дела, можно вообще заниматься любым позитивным процессом, чтобы не было такого впечатления, что, знаете, молодежь – это просто люди, которые собираются по интересам, пьют чай или что-то покрепче, и все. Потому что работа с молодежью, она должна вовлекать людей в какое-то хорошее, доброе дело. Любое дело. Заботу о престарелых, заботу о больных, заботу о экологии, посадка деревьев, собирание мусора в парках, помогать людям приходить в храм, разливать святую воду и так далее. То есть, самое совместное паломничество, самая разная форма работы. Главное, чтобы молодежи это было интересно, и чтобы через это молодежь наша формировалась и становилась людьми зрелыми, православными, убежденными, честными и хорошими, добрыми членами нашего общества. – На что Вы хотели бы сделать упор на ближайшие годы? Вообще, какая-то долгосрочная система, структура у Вас, возможно, уже выработана? – Знаете, церковь – это не политика, церковь – это не экономика, хотя церковь призвана влиять и на политику, и на экономику. Церковь – это реальная церковная жизнь. Мы пытаемся открыть для каждого человека возможность общения с Богом, источником жизни, источником вдохновения, источником радости, источником духовных сил. – Это самая главная задача, которая у нас есть. Самое главное, чтобы люди понимали, в чем смысл религии, что религия – это не просто какие-то внешние оковы, которыми церковь пытается каждого человека оковать и закрепостить. Нет, наоборот, церковь пытается сбросить с человека этот балласт, который у него есть в виде грехов, вредных привычек и сделать его причастником вечной радости. И в этом смысле, собственно, сама жизнь, церковная жизнь, она является самым главным. И какие могут быть планы? Только трудиться в этом направлении. И здесь, конечно, и времени может пройти и много, и мало. Дай Бог, чтобы это все было. Ну и, конечно, стремление, чтобы люди воспринимали веру и церковь как что-то естественное и всегда современное. Завершая наш разговор, я бы хотел вам задать вопрос, который, я думаю, требует довольно емкого ответа. Скажите, вы к нам надолго в Рязани? Как Бог даст. Спасибо большое за беседу. Это была программа подробностей. В студии был митрополит Рязанский Михайловский Марк. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова